Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию технический анализ по отдельным валютным парам, которые могут быть интересны на предстоящей торговой неделе. Сегодня понедельник, 24 февраля, а рассмотрим мы с вами британский фунт, который по плану все еще продолжает снижаться. Интересным может показаться также канадский доллар, который недавно вышел из бокового торгового канала и начинает расти, и повнимательнее рассмотрим австралийский доллар, который продолжает снижаться, но очень высока вероятность разворота вверх. История здесь максимально рискованная, но стоит того, чтобы взять эту пару под наблюдение. А начну я свой обзор с британского фунта, который постепенно продвигается по намеченному сценарию на снижение. В прошлый раз состоялась коррекция, в рамках которой пара выросла выше основного уровня сопротивления на 1.2914, но не достигла разворотного уровня на 1.2994. Остановившись у отметки 1.2981 к настоящему моменту, цена снова начала снижаться и уже вернулась под уровень 1.2914. Таким образом, данный уровень сохранил статус сопротивления, и при закреплении цены ниже него, вероятность продолжения движения в сторону целевой отметки 1.2788 достаточно высока. Так что сценарий с нисходящим движением все еще остается в силе, во всяком случае до тех пор, пока находится ниже разворотного уровня. В свою очередь, отмена сценария состоится, если цена вырастет выше текущего разворотного уровня на 1.2994. Канадский доллар предыдущую неделю торговался в рамках диапазона, границы которого сейчас стали уже очевидны. Это был боковой канал с небольшим нисходящим уклоном и постепенно расширяющийся амплитудой движения. На данный момент можно увидеть, что цена уже покинула границы этого канала, пробив его вверх, что дает старт сигнала на восходящее движение в соответствии с предыдущим прогнозом. Причем первая цель прошлого прогноза на 1.3288 уже была достигнута. Ранее до этого котировки по паре краткосрочно опустились ниже разворотного уровня на 1.3214, но практически сразу же вернулись выше. Таким образом, уровень сохранил свою силу, а по последнему росту очевидно, что он имеет все шансы на продолжение. Текущая поддержка теперь ожидается на 1.3264, ретест и отбой от которого направит цену к целевой отметке на 1.3348 с промежуточной целью на уровне 1.3320. Ну и наконец ситуация по австралийскому доллару крайне неоднозначная. С одной стороны цена опустилась ниже предельных уровней, от которых я ожидал отбоя и начала роста, и продолжает снижаться. Сейчас пара торгуется на своих минимальных значениях за более чем 10 лет. По всем признакам налицо развивающийся нисходящий тренд, который еще имеет потенциал для снижения. Однако я думаю, что этот потенциал все же ограничен и оценивая другие валютные пары, можно предполагать, что разворот все же не за горами. Сейчас крайне интересная ситуация, поскольку котировки не могут пройти уровень 0.6586, который по всей видимости защищается покупателями. Здесь мы осторожно предположим, что может состояться разворот, однако при условии, что цена останется выше этого уровня и не уйдет ниже разворотного уровня на 0.6560, в этом случае первой целевой отметкой для достижения выступает уровень 0.6677, по достижении которой и при преодолении которой мы уже сможем достоверно идентифицировать восходящее движение, при котором восходящий тренд будет подтвержден. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата, поэтому соблюдайте риски, всем удачной и профитной неделе, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»